Сегодняшнее видео будет слегка нестандартное для моего канала, по крайней мере я очень редко делала такого рода видео, но сегодня мне вот как-то, я не знаю, проснулась и захотела снять именно такое видео, а именно мы сегодня будем с вами вместе собираться, я буду делать полный макияж лица и буду использовать новые для меня продукты, не все, конечно, будут новые, но достаточно много, я смотрю, у меня здесь есть новиночек, которые я хочу с вами впервые протестировать, ну и в целом, наверное, показать какой-то базовый макияж, который я себе делаю, но причина, по которой мы сегодня с вами собрались, не только в том, чтобы я сделала себе макияж, а просто пообщаться, поговорить, обсудить какие-то насущные проблемы и вопросы, которые в последнее время меня огложат, о которых я задумываюсь, надеюсь, мое зеркало вам не сильно будет вот здесь вот в углу мешать, но тем не менее, мне бы очень хотелось себя видеть и не очень хочется держать. При этом зеркало, тоже сейчас заберу волосы, чтобы они нам не мешали. Кстати, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем, если вам это видео понравилось, скорее всего, все остальные мои видео вам тоже понравятся, поэтому советую вам подписаться. Итак, первое, что я буду использовать, это тональную основу от Fenty Beauty, я уже сделала на нее полный обзор, полный тест-драйв, на протяжении 8 часов я ее носила, если вам интересно посмотреть это видео, я вам оставлю ссылку, где можно будет посмотреть, вот здесь вот в уголочке буквочка I будет, и после того, как вы посмотрите это видео, можете посмотреть еще обзор Fenty. Очень приятно она меня удивила, и вот с нее я и начну, и я использовала праймер в том видео на пол лица, но я поняла, что особо, в принципе, праймер роли не играет, то есть она работает одинаково как с праймером, так и без праймера. И мне очень понравилось наносить ее кистью, потому что быстро получается, быстрое нанесение. В первую очередь хочу спросить, как у вас дела, расскажите, есть ли у вас какие-то новости, значимые события какие-то, может быть, произошли за последнее время. Я вот, у меня произошло очень значимое событие, я надеюсь, что вы это заметили, я поменяла место съемки, теперь у меня есть отдельная студия, где я наконец-то смогла настроить все так, как мне нравится, и я очень надеюсь, что это отображается в качестве видео, потому что до этого, конечно, мне было сложно совмещать проживание вместе со съемкой видео. И для вас это также будет значить то, что я смогу делать более полноценные обзоры, потому что сейчас я вообще не завишу от естественного освещения, и в любое время дня и ночи, вот, картинка будет выглядеть вот так вот, поэтому я смогу делать это с драйва на целый день, и все что угодно просто смогу делать, поэтому если у вас есть какие-то особые запросы, обязательно оставляйте. Вы наверняка знаете, как я люблю консилер от Tarte Shape Tape, но сегодня я не буду его использовать, потому что мне пришел мой заказ от Colourpop, и там я заказала вот этот новый их консилер, который называется No Filter Concealer, и оттенок я взяла Light Neutral, это 15-й оттенок, сейчас заодно проверим, как он будет работать. Ну, пока что, по-моему, полет нормальный, потому что все отлично он скрывает, и пока я сильно каких-то проблем не вижу, поэтому ничего плохого о нем сказать не могу, очень даже неплохо он справился со своей задачей, возможно, он не такой плотный, как Tarte, то есть, если есть побольше, что скрывать, то, возможно, он так хорошо не справится, как Tarte. Базовый макияж лица я закончила, сейчас хочу приступить к бровям, и у меня есть два карандаша, оба от Colourpop. Первый я уже миллион раз вам показывала, это тот, которым я постоянно пользовалась, это карандаш, который называется просто Brow Pencil, и оттенок Dope Tope. Мне нравился этот карандаш, но они его заменили, сняли с производства, и сделали карандаш, который называется Brow Boss, и выглядит он, в принципе... Так, этот карандаш я уже начинаю не очень сильно любить, потому что он развалился, причем, что я им не пользовалась еще ни разу. Вот этот новый, он гораздо меньше по размеру, щеточки у них одинаковые, а грифель как будто даже тоньше. Грифелечек здесь вообще такой тоненький-тоненький, так, и здесь мне нужно будет зеркало немножко поближе, потому что брови это очень серьезный момент. И я вот сейчас оттягиваю, конечно, наш разговор, потому что достаточно серьезную тему хочу сегодня поднять. Он вообще красит или нет? По поводу обзоров продукции на YouTube. Меня на самом деле очень не радует вообще то, что происходит, потому что я вам сейчас расскажу как бы свою сторону, а вы потом поделитесь своей стороной, как зрители. Что касается обзоров, то я заметила такую плачевную ситуацию на YouTube, что они воспринимаются плохо в любом, каком бы то ни было контексте. И что я имею в виду? Если блогер вот сейчас делает очень хвалебный обзор на что-то, допустим, там, я не знаю, вот мне нравится вот этот карандаш, я сделаю на него обзор и скажу, что это самый лучший карандаш, который я только видела, которым я только пользовалась, который только держала в руках, и всем я его рекомендую, и так далее, и тому подобное, то я вам гарантирую, что 100% это будет воспринято как реклама. И комментарии сразу просто взрываются от количества сообщений по поводу того, что отзыв на самом деле продажный, что сколько там заплатили блогера за то, чтобы он этот продукт распиарил. В общем-то, все вот в таком вот ключе. И я заметила тенденцию, что позитивных отзывов стало реально на YouTube меньше. И достаточно много появилось негативных комментариев, там, где блогеры в пух и прах там чехвостят какие-то продукты. Они начали набирать намного больше просмотров, блогеры эту ситуацию всю уловили, начали делать больше вот таких вот негативных обзоров, и здесь ситуация поворачивается в другую сторону. И сейчас, если блогер делает сугубо негативный комментарий, он тоже получает много негативных комментариев по типу, что ты это сделала для того, чтобы больше просмотров получить на свое видео, чтобы типа выделиться, что ты вот такая вот одна единственная, которая честная или там, я не знаю, ну вот что-то в таком стиле. И вы знаете, меня настолько этот парадокс удивляет, что блогер здесь в проигрыше в любом случае. Если он делает позитивный комментарий, то получается он виноват, потому что он рекламирует там что-то, ему там что-то заплатили или не заплатили, ну неважно, да, он подлизывается к брендам, вот что-то вот в таком вот плане. Но если блогер делает негативный комментарий, то опять-таки он виноват, потому что это сделано сугубо только для просмотров. То есть по сути, что ни делай, все равно люди остаются недовольны. И честно говоря, на русскоязычном YouTube это еще как-то не настолько актуально, но мы же все равно повторяем шаги развития американского YouTube, а там просто кошмар на самом деле. Так, с бровями я закончила, что вы думаете вообще по поводу этого карандаша? Мне, возможно, он нравится даже больше, чем предыдущая версия, потому что предыдущий более жирный, этот более сухой. И из-за того, что он сухой, он все-таки делает меньше вот таких вот жирных штришков, а больше натуральных таких. Мне кажется, очень даже неплохо получилось, но вот этот, конечно, фейл меня разочаровал, то, что не приклеена здесь нормальная щеточка. Вряд ли это, конечно, со всеми этими карандашами будет происходить, но все-таки не нравится мне такой косяк. Для макияжа глаз я возьму палетку Morphe и Jatlin Hill. И, кстати, вот раз я ее взяла, если вы ее вдруг не видели, вот я вам ее показываю во всей красе. И эта палетка тоже, это просто был какой-то кошмар на американском YouTube. Сколько было вообще отзывов на эту палетку, сколько было обвинений, сколько было вообще каких-то негативных комментариев. Если ты сделал позитивный отзыв на эту палетку, значит, ты подлизываешься к Jatlin Hill или там зарабатываешь на продажах Morphe, потому что все топовые блогеры, кто рекламирует Morphe и у кого есть купон на скидку, вот эту сумму скидки они получают как вознаграждение за продажу. Единственное, блин, что меня сильно раздражает по поводу палетки Jatlin Hill, что там нет вот такого вот банального какого-то светлого просто матового оттенка, и мне всегда нужно его брать где-то еще. Я сейчас использую Colourpop Hear Me Out оттенок. Вот если сюда вот этот оттенок добавить, вместо какого-то одного светлого шиммерного, палетка была бы просто идеальной. Так вот, если я говорила про продажу, да, что американские блогеры, конечно, очень конкретно поднялись на продажах Morphe с нашими блогерами, насколько мне известно, они не работают. Я не знаю, к счастью или нет, потому что на американском YouTube это, конечно, очень сильная продажа, и даже меня достало личное использование исключительно продукции Morphe, и я отписалась от очень многих блогеров из-за этого, перестала их смотреть, потому что если меня даже как блогера это достало, то я представляю, как это зрителей достало. И вот мне интересно, как вы вообще отличаете обзоры, вот когда вы готовы писать негативный комментарий, да, что вот отзыв действительно там продажный какой-то, неестественный, неправдивый или купленный, и писали ли вы негативный комментарий, вот что вас подвигло на то, что вы написали негативный комментарий, и чем вы руководствуетесь вообще, вот когда вы смотрите обзор, насколько вы доверяете мнению или наоборот не доверяете. И не хочу, чтобы вы подумали, что я вот этой всей своей болтовнёй пытаюсь себя как-то на пьедестал поставить, что я, мол, единственная честная, а все продажные. Нет, это просто то, что меня действительно волнует, то, что я замечаю вот эту тенденцию на YouTube. Я обычно в этой палетке двигаюсь таким образом, использую либо вот этот, либо вот этот оттенок, вот этот более тёплый, вот этот более холодный. То есть в зависимости от того, как я предполагаю макияж, он будет более тёплый или холодный, или нейтральный, тот и выбираю. Потом беру какой-то из этих оттенков, чаще всего либо вот этот, либо вот этот, либо вот этот. Опять-таки вот этот тёплый, вот этот более нейтральный, вот этот прям такой рыжий, то есть под такой даже горчичный, я бы сказала, а не рыжий оттенок. То есть он вот под такие уже темноватые смоки, вот он классно подходит. И потом беру либо вот этот, либо вот этот, либо вот этот. Ну вот этот очень тёмный, то есть это тогда, когда уже вот прям совсем затемнить уголок. А обычно это либо, например, вот этот, потом вот этот, или вот этот, какой-нибудь вот этот и вот этот. Все, вот это 4 оттенка, те, которые я делаю для того, чтобы складку подготовить. И потом смотрю на свое настроение и уже выбираю какой-то шиммерный оттенок на веко. И раз мы уже с вами затронули всю эту тему YouTube, то я хочу у вас спросить, какие видео вы сейчас любите больше всего смотреть. И еще тоже знаете, что мне интересно? Когда вы выделяете время для того, чтобы смотреть YouTube? Потому что я обычно смотрю YouTube, когда у меня какой-то кофе-брейк, то есть я себе позволяю 15 минут попить кофе, съесть какую-то вкусняшку, вот тогда, в принципе, я и смотрю YouTube. В основное время зачастую я либо сама снимаю, либо работаю, поэтому на него времени не очень много. И так же бывает еще перед сном. Смотрю, включаю и под что-то засыпаю. Особенно я в последнее время люблю какие-то длинные видео, видео, которые там где-то около часа идут, потому что я могу такое видео включить, когда я, например, готовлю. И мне не надо постоянно клацать на разные видео, потому что одно заканчивается, и потом надо искать, что посмотреть еще. А если видео там на час, то я его ставлю и начинаю там готовить или что-то делать, какую-то там монотонную работу, которая не требует какой-то особой моей концентрации на этом. И вот это как раз отличное время для того, чтобы посмотреть YouTube. Ну вот, видите, приблизительно вот так вот. Это всего два цвета я взяла. То есть обычно я могу и на этом как бы остановиться. Короче, весь свой макияж я сегодня сделала вот этим оттенком, потом я взяла вот этот оттенок, потом я взяла вот этот оттенок, и сейчас буду брать вот этот. Ну что ж, мне кажется, с тенями я закончила. Сейчас осталось мне накрасить ресницы тушью, и у меня как раз есть новенькая тушь. Это тушь от Max Factor, 2000 калорий, но подразделение у нее Curl Addict. Написано, что очень сильно добавляет объем и подкручивает ресницы. Давайте посмотрим, что там за щеточка. Оттенок у меня, кстати, black. Пожалуйста, не будь огромной, не будь огромной. Ну, в принципе, я не могу сказать, что она огромная. Подкручивающие туши обычно имеют, кстати, вот такую вот щеточку, и это натуральная, то есть не силиконовая, из натуральных ворсинок состоит. И нам осталось только накрасить ресницы, и опять мне нужно зеркало немножко поближе пододвинуть, потому что по-другому я уж точно ресницы не смогу накрасить. Тушь по своей консистенции уже достаточно вязкая. Если вы такое любите, то вам, возможно, эта тушь понравится. Тушь я века немножко, конечно, замазюкала, но еще позже это сотру, когда все высохнет уже. Сейчас перехожу к бронзеру. Буду использовать бронзер, который вам в фаворитах показывала. Так, у нас с вами остались только губы. Давайте опять-таки у меня есть новинка. Это все из того же моего заказа Colourpop. Ультраматовая помада оттенок Take 5. Он вот такой вот, ну, мне кажется, достаточно насыщенный будет. Для этого макияжа не знаю, насколько он подходит. Ну, ладно, мы с вами протестируем в любом случае. Пробую помаду. Ну, вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось собираться вместе со мной. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх и не забудьте перед уходом ответить на все вопросы, которые я задавала на протяжении этого видео. И на этом я буду с вами прощаться, и мы увидимся в следующем моем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok